Приветствую! 11 сентября Фёдору Добронравову исполняется 59. Зрители полюбили этого актёра за роли простых добродушных героев с обыденными проблемами. В семье, на работе, в быту, начиная от образов, исполненных актёром в шоу «Шесть кадров» и заканчивая сватами. Сериал настолько пришёлся публике по вкусу, что растянулся на семь сезонов и несколько спецвыпусков. Добронравов всегда отличался постоянством, не бросал работу над многосерийными проектами, хранил верность единственной жене. Не сложилось лишь с театром сатиры. Пару месяцев назад стало известно, что актёр отказался от сотрудничества с театром, несмотря на обещанный гонорар в миллион рублей в месяц. Сегодня Добронравов – востребованный актёр, счастливый отец, муж и дедушка. Но так было не всегда. Задолго до старта карьеры в кино артисту приходилось трудиться и дворником, и слесарем, чтобы обеспечить семью. В целом Фёдор Викторович снялся более чем в 120 проектах, а одним из его самых громких успехов на телевидении считалось участие в шоу «Шесть кадров». Кроме того, он сумел впечатлить зрителей. Появившись в программах «Большая разница», «Слава Богу ты пришёл» и «Две звезды». В 2016 Добронравов открыл собственный продюсерский центр и поставил спектакль «Чудики» по произведениям Василия Шукшина. Ещё одним удачным проектом центра Добронравова оказался фильм «Жили-были». Актёр часто снимался в сериалах, но особой любовью публики пользовались сваты. История о конфликтах и примирениях родственников так захватила зрителей, что проект растянули на семь основных и несколько специальных сезонов. Несмотря на огромную популярность и наличие многочисленных поклонниц, Добронравов не превратился в лавеласа, меняющего женщин. Наоборот, актёр заслужил репутацию однолюба и примерного семьянина. Ведь со школьных лет он верен избраннице Ирине. Именно Ирина настояла на том, чтобы Фёдор Викторович показался Константину Райкину, а значит, она сыграла ключевую роль в его творческом становлении. В дальнейшем артист не раз убеждался, что он нашёл идеальную супругу. Главным событием последних месяцев стал уход актёра из театра сатиры. Но в уходе из театра появились и свои плюсы. Прежде всего, это свободное время, которого так не доставало актёру. Теперь Фёдор Викторович сможет уделять больше внимания супруге, сыновьям и трём внучкам.